Добро пожаловать на нашу биткоин-ферму! Привет, я Бен Тавнер и это London Blog. Простите, секунду. Да, алло. Здравствуйте, Влад. Как там на шахте? А, а насколько подорожали мои биткоины? Биткоины в последнее время постоянно появляются в новостях. Но меня интересует больше сама добыча этих криптовалют. То, что называется mining, от английского слова mine, шахта. Мы приехали на эту биткоиновую ферму под Лондоном. Не можем сказать именно, где находится. Единственное, нас предупредили, что понадобятся беруши. Нас пригласил Влад Таликовский. Он русский майнер в Лондоне. Здесь очень шумно и прям очень жарко. И очень жарко. Классно сушить свои руки здесь. Да. Сколько децибелов? 96 децибелов. Примерно как самолет, который взлетает. Клубо говоря, это очень мощная, очень оптимизированная, избавившаяся от всего лишнего видеокарта, которая выполняет одну очень специфическую операцию. Но очень хорошо. Майнеры каждую секунду своего времени напрямую работают с блоками. То есть в данный момент эти майнеры либо пытаются обнаружить новые биткоины, либо помогают осуществлять транзакции в биткоинах между различными участниками сети. Биткоины добываются с помощью сложных вычислений или пазлов. Их максимальное количество запрограммировано в самой сети блокчейн-биткоин. И сложность сети со временем только растет. В основном майнеры заняты проверкой уже существующих блоков, но иногда открываются и новые с новыми биткоинами. Счастливчики, решившие задачу первыми, могут получить аж 12,5 биткоинов. Правда, обычно ими приходится делиться с другими соучастниками. Потом система выдает новый пазл, и все повторяется снова. Проблема состоит в том, что эти фермы используют огромное количество энергии. Некоторые эксперты полагают, что майнеры по всему миру потребляют такое же количество электричества, сколько их будет вся Ирландия. Некоторые люди не согласны с такой критикой, ведь выпуск обычных денег и безналичные операции тоже затратны. А в Лондоне должно быть очень дорого, потому что электронега здесь очень дорогая. Британия хороша достаточно большим количеством вещей. Во-первых, это очень понятная юрисдикция, где любой бизнес достаточно защищен, понятен. Хоть мы не в России. Ну, в России есть другие риски. Возможно, электроэнергия там будет дешевле, но в какой-то момент ферма может просто вдруг встать не твоей. А мой домашний компьютер может манить биткоины? Сейчас мы не можем даже использовать обычные видеокарты для этого, как это было уже пару лет назад. Нам нужны специальные, очень оптимизированные приспособления – майнеры. Если у человека есть рисковый капитал, он готов этим заняться и он готов их в теории потерять, то для начала ему нужно закупить оборудование. Строить эти фермы, выстраивать инфраструктуры, оптимизировать их, потреблять меньше электроэнергии. После чего ему нужно построить сеть, подключиться к пулу других таких же майнеров и, собственно, начать майнинг. А насколько это прибыльно? При должной оптимизации маржинальность колеблется в районе 65-75%. Но мы не знаем, каков будет курс биткоина в тот момент, когда биткоины мы захотим продать. Количество биткоинов – конечно. Их всего 21 миллион. Если все пойдет по плану, последний биткоин будет добыт в 2140 году. Теперь вы видите, что толкает людей инвестировать в биткоин. Хотя мы не знаем, сколько точно он будет стоить на следующей неделе. Я уж молчу про 2140 год. Пока. ПОДПИСИЧЕНЬ АЛЕГИ64 ГОВОРА ГОВОРА ШУМ